Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Постоянно приходят вопросы и на мою страницу в Однокласснике, и на канал YouTube в комментарии. Какие томаты нужно садить в теплицу, какие томаты нужно садить в открытый грунт. Кто-то, кто в прошлом году у меня заказывал, выписывал семена, спрашивает, то описать сорт подробно, славянин, описать очарование, там, петрушу, огородник. Мне, конечно, каждому отвечать нет возможности, это надо печатать, описание сорта. Люди почему-то не могут найти каталог семян прошлогодней у меня на странице в Одноклассниках, потому что я его завалила видео, там, новыми статьями, он ушел далеко-далеко вниз, и страница в Одноклассниках не выдерживает вот этого обилия материалов у меня на странице. Она иногда не открывается далеко, ну, не тормозит и все. Поэтому я решила вот сделать такое описание в виде видеоролика и выставлю на страницу в Однокласснике, и увидят мои зрители на Ютубе. Может быть, кому-то поможет, кто в прошлом году покупал у меня семена, они узнают, какая урожайность у того или другого сорта, как ввести во сколько стволов. Ну, короче, какое описание дает нам производитель для того или иного сорта, какие подходят больше для теплицы, какие для открытого грунта. Так как каталог очень большой, прошлогодний, и в один, видите сколько, 124 сорта, в один видеоролик все не войдет, буду делать частями, понемножку, понемножку, по 10, по 15 сортов описывать. Начну с самого первого. А, я забыла сказать, что все вот эти сорта, которые в прошлом году были у меня в каталоге, они почти все будут и нынче, так что тем, кто будет заказывать нынче семена, эта информация тоже пригодится, они могут спокойно сесть, и чтобы не искать информацию отдельно на каждый сорт, в одном видео послушать и почитать обо всех сортах. Вот номер один в каталоге, это демидов. Это, конечно, сибирский сорт, он среднеспелый, но ближе к среднераннему. Напомню, это не скороспелый, это не раннеспелый, и чтобы получить его рано, его надо сеять тоже чуть-чуть пораньше. Он идет как среднеспелый. Сорт сибирской селекции, салатного типа для выращивания в открытом грунте. Срок вегетации 105-110 дней. Сорт детерминатный, куст штамбовый, малорослый, высота 50-65 см, плоды округлые, плотные, при созревании розово-красной окраски, средняя масса плода 100-110 г, вырастает даже до 200 у меня иногда. На первых кистях масса может быть 200-250 г, а вот тут написано, да. Пригоден для выращивания с загущением 5 штук на 1 квадратный метр. При соблюдении агротехники урожайность 9-12 кг на метр квадратный. Сорт выведен с западно-сибирской овощной опытной станции, город Барнаул, это краевой центр нашего Алтайского края. Есть видеообзор сорта, есть фото в журнале «Фотокаталог» за прошлый год. Что хочу сказать от себя. Конечно, это сибирский сорт, это наш. Многие просят уточнять, вытягивается или нет в рассаде, какие они, толстоногие или нет. Демидов – это как раз тот толстоногий сорт, который не вытягивается в рассаде, который может подождать в лоточке и не 60 дней, как обычно, до высадки. Если будет холодно на улице, посидит и 70, и 80 дней. Ничего с ним не случится. Он очень такой, его можно выращивать и без подвязки, без посынкования. Ну как, универсальный сорт. Вообще он выведен для открытого грунта, потому что у него толстая такая структура, листа мясистая, может переносить длительные периоды похолодания, в жару хорошо себя ведет. У него никогда нет кучерявости листья, он никогда не крутит лист. Вот эти вот заболевания, ну как ведут себя неженки некоторые, у них и скручиваются листики, и они кучерявятся, если им что-то не нравится. Ему все равно, он стоит и стоит такой кряжистый, как дубок. Если кого интересует этот сорт, посмотрите, за прошлый год у меня есть видеообзоры, и как в теплице он у меня посажен, и как посажен на улице с подвязкой к колышкам, как посажен на улице по принципу посадил и забыл, когда именно 6-8 штук на одном квадратном метре. Просто сажу и ухожу. Они облепляются плодами, заваливаются на бок и лежат. Никакая фитофтура их не берет, плотная шкурка у него, тут написано сорт салат, салатного назначения, пишет производитель, но люди его солят, он прекрасный в засолке и для всех томатопереработок. Если у вас холодное короткое лето, идеальный вариант это сорт демидов, можно выращивать на улице тем, кто не имеет теплицу. Идем дальше. Сорт Настенька, номер 2 в каталоге. Среднеспелый, крупноплодный, низкорослый сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст обыкновенный, детерминатный, высотой 55-70 см. Плоды сердцевидной формы, розового цвета, очень крупные, до 300 г, несистые, высокие вкусовые качества и урожайность до 12 кг на метр квадратный. Возможно выращивание без посынкования. Есть видеообзор сорта, есть фото в журнале, фотокаталог за прошлый год. Это вот примерно такой же сорт, но разница у них в чем. Демидов у нас короче, 50-65 см. Настенька будет выше, 55-70 см. В теплице она еще выше, вырастает до метра 20 см. Она тоже изначально, конечно, была выведена. Это тоже сибирский сорт. И вот эти все последние сорта, вот эти новинки, они все выводятся для холодного грунта, для открытого именно, для холодных регионов. Но она хорошо ведет себя и в теплице. Чем отличается от демидова? Плод крупнее. Если у демидова 200-250 предел, она может вырасти и 300, и 350. Мне сейчас уже присылают фотографии, прошлогодние заказчики, у которых Настенька у некоторых выросла до 700 г. У меня сразу, предоставлюсь честно, таких плодов никогда нет и не было. Может быть, у них условия лучше. Ну, может быть, если у них меньшее количество, может быть, они уход им лучше предоставляют. Вот Настенька бьет рекорды, огромные плоды люди вырастили. Я очень рада, что узнала много нового о своих сортах сибирских. Оказывается, у кого-то они показывают еще лучший результат, чем у нас в сибирском регионе. Детерминантная, так же, как демидов, можно выращивать с посынкованием, можно выращивать без посынкования. Тоже сорт универсальный и в теплице, в открытом грунте. Тоже толстоногая, тоже не вытягивается в рассаде. И за прошлый год тоже у меня много-много видеообзоров Настеньки, какая она в теплице, что она обычно в первую очередь спеет. Но это только потому, что я ее сею чуть пораньше, потому что, вот напоминаю, что он тоже среднеспелый. Это не скороспелки, это не ранние. Просто вот я их выбрала из-за того, что они толстоногие, они вытягиваются в рассаде. Я их высеваю в первую очередь и высаживаю в первую очередь. Но в этом году они у меня поспели не первыми, потому что у меня была задача испытать другие сорта, рано поспеют или нет. Но вообще, если вы зададитесь целью первый урожай, ранее получить из этих сортов демидов, и Настенька подходит идеально. Номер 3. Алтайский сюрприз. Среднеспелый, крупноплодный, низкорослый сорт сибирской селекции для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст обыкновенный, детерминатный, высотой 55-70 см. Плоды сердцевидной формы, розового цвета, крупные, от 150 до 250 г. Месистые, высокие вкусовые качества и урожайность от 9 до 12 кг на метр квадратный. Возможно уращивание с умеренным посынкованием и без посынкования. Есть видеообзор сорта, есть фото в журнале фотокаталог за прошлый год. Вот этот сорт, Алтайский сюрприз, я его называю брат-близнец Настеньки. Такая же высота 55-70 см. Также детерминатные плоды сердцевидной формы, розовые. Но они чуть-чуть не дотягивают по весу до Настеньки, они немножко мельче. А так тоже урожайность большая, можно в открытом грунте и можно для теплиц. Вот кто спрашивает, какие томаты можно высаживать в открытом грунте. Вот эти вот сибирские сорта, которые я сейчас называю, которые толстоногие, которые с таким толстым листом. Есть вот тоненькие листики, прям возьмешь, она как бумажечка, а это вот у них толстые такие, корявые такие листья. Вот они все для открытого грунта идеально, не боятся ни холода, ни жары. Очень выносливые. Вот первые вот эти все первые номера, первый, второй, третий, там до какого-то, по-моему, до 20 с чем-то, все они для открытого грунта. Конечно, в теплице их тоже можно выращивать, но в основном они выводились для того, чтобы в холодных регионах, в открытом грунте, хорошо плодоносить. Идем дальше. Номер 4. Жиростойкий и болезнь неустойчивый. Этот с этой же, ну с такой же группы, тоже толстоногий, тоже не вытягивается в рассаде, такие же у него мясистые листья, у него толстый такой, он тоже как дуб будет стоять. Описание. Среднеспелый, крупноплодный, низкорослый сорт для открытого грунта и пленочных теплиц. Куст обыкновенный, детерминатный, высотой 70-100 см. Обратите внимание, этот уже чуть выше. Он будет полноценный, рост вам до плеча. Плоды плоско-округлые, ярко-красного цвета, крупные, от 150 до 250 грамм мясистые. По сравнению с Демидовым, Настенькой и Алтайским сюрпризом, те все розовые, а этот пошел уже классическая форма, плоско-округлая и красный цвет. Высокие вкусовые качества и урожайность около 10 кг на метр квадратный. Возможно выращивание с умеренным посынкованием, без посынкования, хорошо переносит повышенную температуру. Ну вот этот сорт, он очень интересный. Он, во-первых, отличается, он такой, у него ярко насыщенный цвет до самой осени. И ни разу не видела, чтобы он чем-то болел, чтобы у него листья какие-то потемнели. Но он такой, я его называю, как красавец, красавец куст. Очень декоративный. Ну а так все то же самое. Он тоже пригоден для выращивания в открытом грунте, ведет себя в открытом грунте прекрасно. Вот эти его толстые листья даже град не пробивает. В том году, когда у нас был град, вот эти нежные листики у нас все исколотило и взорвало градом. А жиростойкий болезнь неустойчивый. Вот я говорила, что уже больным ни разу не видела, листья не темнеют. И ни разу его никакой град не пробил. Очень выносливый. Если кому-то нужны для открытого грунта такие сорта, которые могут вынести все, пожалуйста, вот жиростойкий. Он и красивый, классический красный цвет. Первые на салаты, последние их очень много будет на кусту. Для томата переработок, для всех клейча, где нужен ярко насыщенный красный цвет, он подходит идеально. Дальше. Номер 5. Ринет. Ультраскороспелый, морозостойкий, мелкоплотный, низкорослый. Сорт идеален для выращивания в неблагоприятных условиях. Сорт супердетерминатный, куст штамбовый, плоды красные, весом 50-100 грамм, не требует подвязки и посынкования. Рекомендованы загущенные посадки, 6 растений на метр квадратный. Хороший вариант для начинающих и занятых огородников. Есть видеообзор сорта, есть фото в журнале фотокаталог. И за прошлый год, и за этот год уже у меня есть он в фотокаталоге. И нынче тоже уже есть спелые плоды. Я вчера вот сняла и выложила. Ринет. Вот кто спрашивает, какие томаты садить в открытом грунте? Ринет это тот сорт, который нужно садить в открытом грунте, потому что он морозостойкий. В теплицу его даже не нужно впихивать, потому что он на улице растет прекрасно. При подмерзании у него есть способность обрастать. Вот вчера опять эта женщина, у которой подмерз он, она мне в Однокласснике написала, в Однокласснике или в комментарии, я даже уже не помню, что тот у нее ринет, который подмерз, он оброс пасынками, и уже плоды у него завязались. Все это мы проходили в прошлом году. Если кто-то хочет посмотреть, за прошлый год на канале YouTube есть видеоролики, где он у меня замерз, оброс, успел догнать других, созрел и еще очень хорошо плодоносил, дал такой же урожай, который должен дать. Куст штамбовый. Места занимает мало. Можно без подвязки, без посынкования. Я вот на днях тоже выложила про ринет, что я его высаживаю, потом укладываю на землю. Не бойтесь, никакой фитофторы он не заболеет. Но если, конечно, не будет уж таких совсем ужасных условий, когда весь огород в фитофторе, конечно, до него тоже доберется. Но вообще сам по себе он очень выносливый. Именно для открытого грунта, для регионов с холодным, коротким летом. Все, смотрите на канале YouTube, про ринет тоже у меня много за прошлый год видео обзоров. Можете нынче подождать. Сейчас весь, когда поспеет, я вам буду показывать и буду рассказывать более подробно о нем. Номер 6. Санька. Ультраскороспелый, морозостойкий, среднеплодный, низкорослый сорт. Идеален для выращивания в неблагоприятных условиях. Сорт детерминатный. Высота 50-60 см. Плоды красные круглые, весом 80-105 г. Не требуют подвязки и посынкования. Урожайность до 15 кг на метр и до 4 кг с одного растения. Вынослив к пониженной освещенности и комплексу болезней. Подходит для начинающих, занятых огородников. Есть видеообзор сорта, есть фото в журнале фотокаталог за прошлый год. Вот смотрите, Санька. Это как раз тот сорт. Вот у меня первые номера. Вот кто будет выписывать, запомните, что первые номера 1, 2, 3, там до 25-го. Это все те томаты, которые подходят идеально для выращивания в открытом грунте. Для которых не нужны теплицы, не нужны какие-то там тепличные условия. Но Санька, в отличие от предыдущих, которые я описывала, он не толстоногий. Он может вытянуться в рассаде. Он обыкновенная, вот такая у него структура. Он в рассаде тоненький, с такими листиками обычными. Но потом, когда его высадить, он начинает когда разрастаться. Он становится тоже таким, как дубок. Он такой крепкий. Его я в прошлом... Нет, когда в позапрошлом году вообще выращивала, не успела никуда подвязать, он просто на земле у меня лежал. В этом году я сделала немножко подвязку, но не посынковала сильно. Очень урожайный сорт. Вы видите, что 15 килограммов на метр квадратный. Это показатель для открытого грунта вообще великолепный. Конечно, он не очень крупный, не такой, как я вот описывала, там, Настенька предыдущий, или как потом будет петруша огородник, который до 300 грамм может вырасти. Средние такие плоды, 100-150 грамм. Люди и солят, и в салаты делают, и для томатопродуктов, и в лечо он идёт везде всегда. Красный цвет такой, классический красный цвет, круглый помидор, классическая форма. Он такой никакой не вытянутый, они что, просто круглые красные помидорки. Он берёт тем, что их очень много. Я вот в прошлом году, у меня есть видеообзор, я показывала, но весь улеплен вот этими томатами. Именно для тех, кому некогда, вот с пасынкованием возиться, вот с таким сведением в 2-3 ствола, чтобы считать, там, высчитывать, смотреть, как бы лишние пасынки не выросли. Вот, Санька, пожалуйста, открытый грунт. Санька, большая урожайность. Всё, сейчас последний петруша огородник. Опишу, остальные в следующем видео. Номер 7 в каталоге. Петруша огородник. Супердетерминатный сорт, куст штамбовый, низкоросый, высотой до 60 см. При выращивании в теплице он может достигать метр-метр двадцать. Томат петруша огородник. Среднеранний, имеет длительный срок активного плодоношения с июля по октябрь. Урожайность, ой, ошибка, до 4-6 кг с одного куста. Куст густой, низкорослый, с обильным количеством завязей. Листья сочные и тёмно-зелёного цвета. Томат петруша огородник устойчив к таким заболеваниям, как верхушечная корневая гниль, фитофтороз, мозаичность листьев. Томат сорта петруша огородник отличается обильным плодоношением. Плоды яркие, розовые, овальной формы, удлинённые. Напоминающие колпак. Отсюда оригинальное название сорта. Масса плодов 180-200 г, может достигать и 300 г. Сорт обладает отличными вкусовыми качествами, с высоким содержанием сахара. Плоды петруши мясистые, крепкие, долго хранятся в свежем виде. Петруша огородник у меня, я уже говорила и нынче, и в прошлом году о нём. Вот кто в прошлом году покупал у меня семена и выращивал первый раз, уже пишут комментарии, что они влюбились в него. Это действительно такой сорт, который, он и неприхотливый, и крупный, и красивый. В нём всё сочетается. Он тоже толстоногий, рассада не вытягивается. Можете посеять его чуть пораньше, и он может дать вам ранний урожай. Может быть одним из первых... Ой, телефон звонит. Вот есть видеообзор за прошлый год. Вот эти вот такие продолговатые, вытянутые, сигаровидные вот эти плоды, розовые, красивые. Он, я говорю, что вообще люди, кто начинает его выращивать, он остаётся у них в огороде раз и навсегда. Этот сорт тоже для открытого грунта предназначен. Его можно без теплицы вырастить. Но его можно в теплицу посадить. Но я рассказывала уже про него, что с ним проблема. Он растёт не в высоту, а в ширину. Обычно в теплицу такие индетерминантные садят, которые вверх тянутся. А он именно такой, что он как бы будет квадратный. Один куст, наверное, займёт место метр на метр. Его надо и лишние листья обрезать. Он сильно загущенный будет. Но в огороде это будет, в открытом грунте это будет украшение. Как его высаживать? Я всё это уже рассказывала в прошлом году, что он немного надо расстояние между ними делать, потому что он в ширину. Вот эти пасынки не удаляем. Именно на пасынках основная часть урожая. Если мы пасынки ему общипаем, то урожайность в два раза понесется. Он именно вот на этих, на дополнительных, будет у вас пять стволов, шесть стволов, семь, восемь. И на каждом будут вот эти вот петруши розовые, красивые. Всё, я на этом заканчиваю, потому что время уже подходит много. Длинные видеоролики не хочется, чтобы люди смотрели. Вот семь сортов описала подробно. Вот люди именно просят подробно. Их всего 124 сорта. Я надеюсь, за неделю я сделаю подробное описание всех сортов. И ещё раз хочу напомнить, что все сорта, которые я сейчас вот описываю, эти сорта будут и в каталоге в нынешнем, на нынешний год. Так что второй раз я уже описывать не буду их. Вы можете вот этот прошлогодний каталог почитать, послушать и узнать все сортовые характеристики. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это было подробное описание томатов моих. Часть первая. Продолжение будет завтра. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова